Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о разнообразных курсах по садоводству и ландшафтному дизайну проекта «Московское долголетие». У нас в студии участница «Московского долголетия» Лидия Копанева, преподаватель по садоводству Наталья Виноградова и Алла Данько, известная телеведущая и дачница. Лидия, Наталья, Алла, приветствую вас. Здравствуйте. Лидия, чему вы научились на этих курсах «Московского долголетия»? Вы туда пришли уже с опытом или новичок? Ну, я как-то интересовалась сельским хозяйством, но не очень. Так как я вышла на пенсию и думаю, займусь, только я этим делаю посерьезнее. И вот в «Московском долголетии» такие роскошные курсы. Наш великий педагог, наша золотая, наша любимая, наша самая дорогая в группе Наталья Борисовна, я узнала, что у нее есть курсы, я записалась. И потихоньку, раз в неделю, все домашние знают, что с 9 до 11 у меня это железное время, ко мне в комнату никто не входит, я записываю эти рецепты. То есть это курсы онлайн, да? Да, у меня все эти курсы онлайн, и я замечательно этим занимаюсь. И потом потихонечку Наталья Борисовна нам дает рецепты, даже как что закрывать. Вот видите, я вам принесла в банки, помимо там огурцов, помидор, ну это как у всех. Я пристрастилась печь сама хлеб. Я вижу, да, это же важно. Да, я выращиваю сама кориандр, я выращиваю сама там всякие травы, я покупаю пшеницу, я это все перемалываю и ку хлеб. То есть если бы не было Натальи Борисовны, мы бы сейчас вот этого просто не видели, всю эту красоту. Конечно. И самое главное, я всех призываю, вот всех призываю, чтобы не грустить, не думать и не бегать по поликлиникам, а какое счастье заниматься хоть каким-то делом, понимаете? Я бросила работать, когда перестала работать в определенном возрасте, и думала, как это грустно, хоть у меня есть дача, я там все время живу, но тем не менее, когда я стала заниматься каким-то нужным делом, необходимым, конечно, дети надо мной смеются и говорят, мы бы здесь все заасфальтировали. Я говорю, будете в моем нежном возрасте, посадите редиску и будете ее поливать. Жду, во всяком случае. Наталья Борисовна, а вас пригласили, или у вас инициатива была вести такие курсы, или вас зазывали на эту работу? В московской долголетии я имею в виду. Хороший вопрос. Нет, конечно, это была моя инициатива, и связана она исключительно с тем, что я, перед тем, как начала читать, я где-то лет 30 занималась уже, тоже как хобби, безусловно, занималась садом-огородом. А образование у вас просвельное? Имеет отношение к тому? Первое высшее у меня техническое, причем связанное с космосом. И вот эта история технического образования, она все-таки выстроена, знаете, на логике. Везде есть логика. И я к садоводству подошла именно с этой точки зрения и сделала такую свою авторскую программу. Это направление называется органическое земледелие и природное земледелие. То есть мы становимся все-таки наблюдателями и строим логику, правда, Лидия? Да, это самое главное. Мы постоянно во всей нашей практике, садовнической, огородной, строим логику. И первое, это любить землю. В землю уходит все. Алла, правда? Да, конечно. Вот весь негатив собранный. Земля разряжает. Абсолютно. В земле вообще очень приятно, особенно весной, правда? Конечно. Особенно стоя на коленках. А вы у себя там просто вот на коленках своими руками беспомощными? Ой, вы знаете, Женя, вот история моего садоводства, моей дачи, она уже 34-летняя. А в советское время землю не продавали, ее только по организациям и предприятиям распределяли. Я сама была инициатором для того, чтобы надел земли для своей большой редакции, главной дирекции программ, получить, а потом ее распределить по отделам. Таким образом появился у меня участок. А моя мама очень любила землю, мечтала о даче, ну просто мечтала. И, наконец, у нас появился этот надел земли. Мы просто обалдели. Но мы предавались этому, ну просто, я не знаю, с такой страстью, с таким азартом. Мы посвящали этому все свои выходные. Я металась между работой, концертами и дачей. Мы были увлечены очень. Мы выращивали все, что может в Подмосковье расти. Даже то, что в Подмосковье не может расти. Мама даже дыни выращивала. Дыни в Подмосковье? Дыни, это нормально. Дыни. В Москве дыни, дыни, арбузы. Вот, правда, они были, ну, там, две-три дыньки вот на плетье вызревали. Вот такие вот. Давайте на наши курсы. А я вам скажу, в прошлом году я решила заняться картошкой. У меня уехал муж, я осталась одна, он уехал там по своим делам. И у меня было, я нарезала картошку, и у меня 200, я посчитала, у меня 200 этих клубней было, ну, разрезанных. И я все свои грядки, думаю, надоело мне это все выращивать, там, свеклу, морковь, все-таки с этим трудно. Мы всю зиму едим картошку, и дети мои, и всем ее хватает. Ну, конечно, свою картошку. Мы выкопали 20 лидер этих картошек. Вот, представляете, как это совсем оказалось-то самое легкое, что может быть. Как вы мне сказали, всю сену соломы я засыпала, ничего я особенно не делала круглый год. Алла, слышите, мы применяем минимальное количество труда. Я поняла уже. А, труда? Да. Вообще наши курсы, знаете о чем? Вот у меня впечатление всегда своей дачи. Это такое вкалывание, это просто паха. Нет, нас не разрешает, Наталья Борисовна, не поливать. Я не разрешаю. Не поливать, не копать, не полоть. Ой, ё-моё. Да. А как же это так у вас все чисто растет? Логика природы заключается в том, что, к примеру, в кислом лесу, в кислом, кислые – это хвойные леса, да? Ну, там, например, чёрная смородина вряд ли вырастет. Почему? У меня была какая шикарная. Да потому что она любит сладкую почву. Она любит нейтральную почву. И мы обучаемся, и я обучаюсь вместе с ребятами тому, что прежде чем что-то сажать, я говорю, не делайте лишней работы, вы определитесь, что на вашем участке, на ваших почвах без лишних трудозатрат будет расти лучше всего. Остальное докупите. Потом уже будете там, когда уже почву мы меняем, мы меняем почву на участках с помощью трав, с помощью травяных настоев, с помощью, как это не смешно, с сахара. Просто с сахаром? Старого варенья, с сахара. Да, сахар – это бензин для почвы. Там бактерии начинают работать, работать, и они уже работают на вас. Но это целая история, о которой сейчас, наверное, не стоит рассказывать. Лучше приходить в московское долголетие. Вы не подумайте, что мы меняем эту почву, что мы ее перетаскиваем, просто мы ее лечим. Это моя редисочка. Нет, у вас все образцово-показательное. Ну, потому что у меня почва здоровая. Вот представьте себе, растения – это ваши гости, которые, или ваши дети, назовите их как хотите. Вот они маленькие, вот они пришли к вам в гости, и вы им накрываете скатерть самобранку. Угощаете. Вы их кормите. Вы же следите за тем, как вы кормите своих детей, правда? Следите. Витаминки, то-сё, в теплую постельку. И вот это понимание, вот эта логика природы, она всегда работает. А может быть, вы еще и разговариваете с растениями? Мы поем им просто. Обязательно. Поете? Мы поем. Мы с ними здороваемся, они же живые. Да. Вот моя мама всегда разговаривала с растениями, они у нее удивительно росли. А вот весной это был целый лес на подоконнике, вот она выращивала сама рассаду, а я потом в коробке, в машину и на дачу. И потом я все это сажала. Кстати, вот о помидорах. У меня однажды, вот я с помидорами как-то была на «ты» и любила. Однажды было такое благоприятное лето, мы собрали 100 килограммов помидор. 100. Наталья, а у вас мужеского пола есть слушатели? Есть. Да, конечно. А как же? Мужчины очень осторожно первое время к этому относятся. Мне муж сказал, не буду этой дребеденью заниматься, не буду никакие картонки выкладывать, что вы мне сейчас здесь... Ну, картон у нас, картон, это святое. Да, у меня муж собирает, но магазин привозит мне этот картон. Да. А что вы с ним делаете с картоном? Это органика. Вот представьте себе, вы уронили бумажки, какую-то картонку на дачу, маленький кусочек. Через месяц подошли, открыли, ну, взяли его. Что вот, Алла, что будет? Сгнивает все. Нет, нет, что будет под картонкой? Вот бумажка, картонка валяется. Рыхлая земля, черная. Рыхлая, черная земля и червяки. И еще угнетенные сорняки. Так чего мы добиваемся? Червяк нам нужен. Это наш помощник. Первый. Картон угнетает рост сорняков, останавливает иссушение первого слоя земли, дает возможность хорошим нашим червячкам там плодиться, размножаться. Но в конце концов он перегнивает и становится той же самой органикой. Нужно уложить на подготовленную грядку или как? Или с осени это нужно положить? Нет, там немножко не так. Вот лучше всего, вот мы сейчас, например, кладем очень много картона под плодовые деревья. Для чего? Вот сейчас полезет долгоносик. Ну, примитивно! Ой, вот это я на заметку. Ну, примитивно, как он через него пролезет, правда? В тот час и будет. Пока он там лезет у всех, пускай лезет. А у вас картон будет лежать. Ой, как здорово. Потом вы его сняли, если надо. Если не надо, заложили травкой, уже пойдет она к маю. У вас задолгоносик. Травкой прямо на картон. Прямо на картон, там все перегниет. А потом еще цветочки посадят. Да, 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 это замечательно. А лучше луковые, к яблоникам. Вот это для меня, вот это первейший совет. Потому что вокруг плодовых деревьев, круги приствольные, они зарастают, как, извините, заразы. И вот эта зараза вся, вот эта, в виде вредителей, она вся поднимается по спалу. Так и есть. И вот это первейшее дело. Кроме того, это же удобрение хорошее. И еще не поздно это сделать в этом году. Абсолютно не поздно. Ну вот, все, а я это уже запр...